Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Продажа имущественного комплекса. Планируется, что торги по этим объектам пройдут в ближайший месяц-полтора. Напомню, экс-владелец холдинга Кировхлеб Михаил Прусак признан банкротом. Его долги оцениваются в 6 миллиардов рублей. Птицы фабрики холдинга пытаются продать с прошлого лета. Программа Экономика. Малый бизнес в моногородах получит финансовую поддержку. Общая сумма субсидий в этом году 64 миллиона рублей. Большая часть это федеральные средства. Деньги можно будет получить на компенсацию затратов и договором лизинга и на субсидирование покупки оборудования, помещения и оплату коммунальных услуг. На поддержку бюджета могут рассчитывать субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные в Лузе, Вятских полянах, Кирсе, Белой холнице, Амутнинске, Кирово-Чепецке, Уржуме, Красной поляне и Встрижах. Ожидается, что в этом году не менее 60 предприятий получат поддержку. Они создадут более 130 новых рабочих мест. Субсидии для бизнеса в моногородах предоставляются с 2010 года. С этого года круг получателей ограничили малым бизнесом. Дали информации от наших партнеров. Заказать полиграфические услуги теперь можно онлайн. На сайте Кировской цифровой типографии доступен выбор типа продукции, бумаги, цветности, тиража и других параметров. Там же можно просчитать стоимость заказа. По словам руководителя проекта Александра Масунова, клиенты уже успели оценить преимущества такой системы. Вы знаете, больше всего им нравятся цены. Например, листовка А5 при тираже 10 тысяч стоит чуть больше 80 копеек. Но это еще не все. Общая экономия при онлайн-заказе в Кировской цифровой типографии составляет практически 50%. При этом сотрудник экономит 3-4 часа в день на звонках и поездках в типографию. Доставка заказа прямо в офис избавляет от транспортных проблем. Еще у нас выделен НДС. Оценить удобство онлайн-заказа печати можно на сайте dtdefizkirov.ru В завершение валютах доллар прибавил 30 копеек, стоит 59,37, евро вырос на 78 копеек. Официальный курс сегодня 68,40. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» 101ФМ